Всем привет! Сегодня я вам покажу, что находится в моей ежедневной косметичке. Эта косметичка довольно большая, она вмещает очень-очень много косметики. Она у меня далеко не полностью забита, но в то же время здесь находится все, что мне нужно, чтобы было у меня под рукой. Все, что находилось у меня там в косметичке, я разложила на три секции. Первая это вазы, вторая секция это карандаши и подводки, и третья секция это пудры. Давайте начнем со всего по порядку. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот DD крем от Faberlic. Я очень сильно люблю его использовать как праймер, потому что он имеет очень легкую такую текстуру, и в то же время он добавляет сияние вашей кожи, и очень хорошо смотрится под любой тональной основой. Совершенно не добавляет никакого покрытия, но вот именно как вот такой вот сияющий праймер очень хорошо работает. Следующую вещь в своем макияже я использую просто ежедневно, это база под тени от MAC. Оттенок у этой базы Soft Ochre, и называется сама база Pro Longwear Paint Pot. Как вы видите, это база такого желтого оттенка, и она отлично выравнивает оттенок на веки. Если у вас есть какие-то венки, какие-то может цветовые проблемы на веки, то эта база все перекрывает. И на этой базе лично у меня очень хорошо держатся тени. Если у вас очень жирные веки, то она конечно вам не подойдет, но если нормальные, то отлично она будет работать. Если жирные веки, то под эту базу нужно наносить праймер. Еще одна база, которую я просто обожаю, в этот раз от Maybelline, называется Color Tattoo, и оттенок у нее Inked in Pink. Этого оттенка, к сожалению, насколько я знаю, в СНГ нет. Я его заказывала через США, и он вот такой вот розовый металлический оттенок. У меня эта база практически полностью уже закончилась, и она уже у меня хорошо так подсохла, но все равно ей можно пользоваться. Эта база создает очень красивый такой вот металлический оттенок на веки, и даже вот этого розового цвета практически не видно. Это просто она создает вот такой вот перламутр, и отлично сочетается с любыми перламутровыми, шиммерными тенями. Опять-таки на этой базе тени у меня очень хорошо держатся, поэтому никаких претензий к ней нет. Если же говорить о праймере, а не о базе, то я очень могу посоветовать праймер от Larac, который называется Behind the Sins. Он абсолютно прозрачный, ничего не добавляет, никакого оттенка на вашем веке, но в то же время, во-первых, тени Larac на нем просто потрясающе держатся и смотрятся. И вообще любые тени, в принципе, с ним отлично работают. И еще одна цветная база, которую я хочу вам показать, это Faberlic тени Eye to Eye, и оттенок у них 5279. Это светлый золотой оттенок теней, и вообще это, в принципе, продукт, это не база под тени, это самостоятельные тени, но я люблю их использовать как базу, потому что, опять-таки, это очень красивый золотой оттенок. Если вы делаете какой-то золотой макияж, то без такой вот базы просто не обойтись. Очень красиво подчеркивает любые золотые или бронзовые оттенки. Теперь давайте перейдем к карандашам. Первый карандаш, который я очень часто использую, это карандаш от Rimmel. Этот карандаш нюдового оттенка, он отлично подходит, когда нужно, например, на водную линию нанести нюдовый оттенок. Также я очень люблю им подчищать, например, какие-то тени, стрелки, и вот вы проводите линию под тенями, и потом эту линию немножко вот так вот растушевываете пальчиком, и он работает как консилер, этот карандаш. Очень мягкий, очень кремовый, легко тушуется, просто цены нет. Также очень люблю я два карандаша от Faberlic из серии, опять-таки, Eye to Eye. Этот черный, если я не ошибаюсь, да, номер у него 5308. Сам карандаш имеет в себе небольшие блестки, но при нанесении этих блесток практически не видно. И вот вы видите, насколько легко наносится карандаш, насколько у него насыщенный оттенок. Очень я его люблю, совершенно не хуже, на мой взгляд, чем те же карандаши, например, от Urban Decay. И вот у меня из этой же серии есть коричневый, номер его 5309. Эти карандаши я использую на каждый день, как на слизистый, так и просто, например, чтобы сделать стрелку. Поэтому замечательные карандаши стоят абсолютно недорого, так что, если на меня смотрят визажисты, то обратите на них внимание, потому что это действительно очень качественный продукт. И сейчас я вам покажу тоже карандаш от Urban Decay 24х7 из серии Velvet. И мне он нравится немножко меньше, но вот когда мне нужен именно такой вот вельветовый финиш, вот вы видите, да, наносится он совсем по-другому. Он тоже насыщенный, тоже черный, но в то же время он немножко более суховатый, наверное. И этим он мне, конечно, нравится меньше. И еще одна звезда коллекции, это мой карандаш для бровей из Couture Collection, компания называется Color Me, оттенок PS79. Для таких, как я, рыженьких этот оттенок очень хорошо подходит. Он такой немножко теплый, но в то же время в коричневой гамме. Очень мне нравится этот карандаш, отлично он просто смотрится. И из более дорогих, например, похожий оттенок есть у Анастасии Beverly Hills, оттенок называется Caramel. Следующие две вещи в моем арсенале, это две жидкие подводки. И именно эти два цвета очень мне нравятся для ежедневного макияжа. Голубая подводка, вот такая голубая металлическая, очень классно смотрится с тенями в теплых оттенках. Довольно-таки часто, и, кстати, мой молодой человек, когда я крашусь этой подводкой, говорит, что... Всегда практически говорит, что ему нравится мой макияж. Выглядит подводка вот так вот, она переливается вот таким вот красивым синим оттенком. И с какими-то тенями вот такого верблюжьего оттенка будет просто потрясающе смотреться. И вторая подводка классическая, коричневая, темно-коричневая. В принципе, здесь ничего особенного. Но опять-таки эти подводки мне очень нравятся тем, что они совершенно недорого стоят, но в то же время они стойкие, они красиво выглядят, и на каждый день то, что надо. Что касается пудр, то у меня здесь есть три любимчика. Первая это моя палетка Hourglass. Палетка действительно уникальная, потому что в ней находятся как минимум два продукта, которые вот я ни в одном другом бренде аналогов просто не видела. Первая это пудра в оттенке Dim Light. Это пудра телесного оттенка, которая создает очень красивый эффект фотошопа. Она скрывает поры, она рассеивает цвет над какими-то морщинками. Она потрясающе просто смотрится на фотографиях, и в реальной жизни, если вы наносите ее тонкой вуалью, она действительно преображает лицо. Вот это фотошоп в пудре. Вот эту пудру я люблю использовать в качестве хайлайтера. Она создает очень деликатное освещение. Вот эта же пудра, мне кажется, больше подойдет для смуглянок или для девушек с темным оттенком кожи. Она вот именно такая немножко бронзовая, и на загорелой какой-то смуглой коже будет смотреться, конечно же, потрясающе. Я ее иногда использую в качестве румян, и мне тоже вполне нравится. Но вот эта пудра, конечно, наименее востребована из всех. Также очень люблю я свой бронзер от Nars в оттенке Laguna. Выглядит этот оттенок вот так вот. Мой вам совет, не покупайте этот бронзер, если вы любите скульптурирование на своем лице, если вы любите выделять скулы и так далее и тому подобное. Это чисто бронзер, который будет добавлять красивый, естественный, живой оттенок вашему лицу. Но в то же время он не будет выглядеть жестко, как того требует, например, тоже контурирование. И он очень легко растушевывается, оттенок очень натуральный. Вот действительно выглядит как натуральный красивый бронзовый загар. У этого бронзера сатиновый финиш. И это наверняка было сделано для того, чтобы он растушевывался легче. И действительно так и есть. Вот такая вот формула растушевывается элементарно просто на лице и очень красиво выглядит. Последняя вещь моей косметички это хайлайтер от Lora, который называется Perfectly Lit. И оттенок у него Spotlight. У меня такая небольшая мини-версия, но в то же время мне ее хватает на очень продолжительное время, потому что хайлайтера на самом деле нужно совершенно немного. И когда я хочу более такой насыщенный хайлайт, я всегда использую именно этот хайлайтер, потому что он опять-таки, он деликатный, но в то же время у него очень насыщенное красивое сияние. Он очень дорого выглядит на лице, очень красиво выглядит на фото, на видео. В общем-то обожаю тоже этот хайлайтер и всем его рекомендую. И в качестве конкурса хочу сегодня разыграть вот такую вот замечательную косметичку от The Balm. Она довольно большая, вместится сюда прилично косметики. Если вы не косметический маньяк такой, как я, то вам ее точно хватит. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, все условия будут внизу. Удачи вам и до встречи в новых видео. Пока!